В том числе президента Кравчука, бывшего первого секретаря Компартии Украины, который был тогда президентом Украины, к нему подключились всевозможного рода националисты, которым очень хотелось быть самостоятельными и не зависеть ни от России, ни от кого, но больше от России не зависеть. И вот они создали там Украинскую православную церковь под названием Киевский патриархат. Это был настоящий раскол. Однозначно. И вот вместо того, чтобы принести плоды покаяния, но видимо бес дьявол не может каяться, и те, которым и служат. Вот. Они пошли дальше. И дошли до того, что нынешняя власть в Украине новая, которая противостоит России, всеми силами поддержала эти стремления Филарета, бывшего митрополита, и нашла поддержку у конкурирующей с русской православной церковью в Константинопольском патриархате. В результате Украинская православная церковь на условиях, определенных Киевским константинопольским патриархатом, провела объединительный или учредительный съезд с автокефальной православной церковью в Украине, тоже организация не совсем понятная, и получила статус ПЦУ, православная церковь Украины, которая признана патриархом вселенским константинопольским варфоломием. Мы получили нужный им документ Томас, о котором мечтал с момента раскола и Филарет. Ну, скажу прямо, сейчас полного порядка и дружбы в этой структуре, среди иерархов, ну, по сообщениям из интернета, нет. Но, я смотрю на жизнь одной из таких общин, которые есть в нашем городе. А вы в каком городе? Город Углидар, я там написал. Город Углидар, Донецкая область, мы под контролем Украины. А в 50 километрах мой родной город Донецк, у меня там квартира. А здесь, где я нахожусь, это общежитие шахты. Я тут со своей женой и младшим сыном. Старший находится на Урале в городе Магнитогорске. Поеду к нему в конце мая. Отпусть будет у меня. Так вот, в этой православной церкви, ПЦУ, очень толковый настоятель. Он приехал с Волыни. Учился на богословском факультете Черновицкого университета. Ну, закончил потом академию. Ясное дело, что академия киевская духовная, киевского патриархата. И учился он, и некоторое время жил в Греции. Ему где-то лет 45. Владеет языками, в том числе английским, греческим. Но человек очень продвинутый и искренне желает, чтобы его приход был одной семьёю. Один одна семья, отец. И учит всех людей, которые приходят туда. Слово Божьему. Это то, чего нет в нашем приходе, в Татихоновском городе Угледарь. И во многих других. Там только обряд. На церковно-осторонском языке служба ведётся. Несколько минут уделяется проповеди о прочитанном Евангелии. И всё. А потом люди утомлённо разбегаются, и жизнь прекращается до следующего воскресенья. Ну, субботы вечера. Два года тому назад я посетил богослужение в пятницу. На Страстной Седмице. Читался Акафис «Страстям Христовым». И я видел, как священник, он и сам не понимает то, что читал. А мы тем более не понимали. А служба долгая. И мы стояли, слушали. Были очень утомлены. Мне стало искренне жалко его, что он вроде как выполняет то, что положено выполнять по уставу. А получается, что люди от этого умом своим не просвещаются. И наоборот. Вчера была служба, но уже в ПЦУ. Читалось тоже Евангелие, 12 Евангелие читалось. И читалось оно всё на украинском языке. Он гораздо более для русского человека понятней, чем церковно-славянский. И вот на этой службе люди слушали. И вроде вникали в суть того, что происходило. Не просто слышали слова и не понимали. А именно слышали и слушали. Так вот, единственное, что я поддерживаю в этой православной церкви Украины, ПЦУ, так это переход в богослужение на родной, понятный для прихожанам язык. В 17-18 году, это из книги к истинному православию, я впервые узнал, а потом и в интернете нашёл материалы, был утверждён доклад о том, что право на быть богослужебным имеет, кроме церковного славянского языка, также русский и малорусский языки. И введение этого вопроса предано для рассмотрения правящего архиерея по инициативе самих приходов. То есть прихожане могут поставить вопрос о том, чтобы у них богослужение было в таких-то, таких-то частях на русском языке. А нам главное, чтобы только Библия читалась по-русски. Вот когда читаются у нас по-славянски паремии, это стихи из Ветхого Завета, когда читаются апостол, ну ничего ж не поймёшь. И в Англии ещё более или менее, потому что мы его лучше знаем. А что касается апостола и паремии, ничего не понятно. Я как-то спросил у нашего священника, отец Николай, это бывший афганец, ну расскажите нам, что было, читалось за паремией. А он ответил, я говорю, не богослов, представляешь? А потом уже, я нашёл в канонах, что это прямое нарушение священникам, канонам церкви, когда он не проповедует, не разъясняет то, что написано. Само собой апостола Павла, в первом послании к Оринфянам, глава 14, написано, что лучше сказать несколько слов на понятном слушательном языке, чем тьму на непонятном. Когда ты молишься на языке, понятном Богу, ты молишься Богу, а другие тебя не понимают. Поэтому и уважение к людям, если ты их просвещать должен, то просвещай их нормальным языком. Вот так вот. Ну, конечно. Тем более, это долг. Это не просто. Это даже мирянин, у него нет такого долга. А самбона у него, у священников по канонам, есть такой долг. Всё правильно высказали. Обязанность просто, без которой нельзя прожить. Но вы то, что описали в храмах, это вообще везде абсолютно. Это редко какая-то личность отдельная. Вот у нас в России, которая, как священник, занимается своим приходом не в организаторском плане, то есть, там, организация воскресных школ, сейчас это очень развито, а именно вот с тем приходом, который именно ходит в храм, и именно самвоны, то есть, что-то разъяснять, что-то призывать. Если какие-то призывы есть, то обычно они Христа не затрагивают, как правило. Но это я тоже, я до этого как-то внимания на это не обращал, потому что, когда ты сам, собственно, что-то читаешь постоянно, там, Святых Отцов, Библию, то ты вообще внимания-то не обращаешь на священников. Ну, ты как бы и думаешь, что все же так живут. Но потом ты действительно увидишь, что там на протяжении, вот допустим, я 10 лет в храмах хожу, что люди-то, многие так стоят на том, на чем мы 10 лет назад стояли, действительно не вникает, не интересуется, и священник не рассказывает. Но, вот у нас, допустим, архиерейское подворье, Кирилла Казанского называется, вот куда я хожу, приход, там, настоятельно... Это какой город? Казань, город Казань. Я там учился, на юрфаке. А в каком университете учились? Федерально называется, Казанский федеральный, на юридическом факультете. А жил на квартире некоторое время улица Кораблева, или как, Корабельная, 38. Корабельная, да. Ленинский район тогда назывался. Так вот, вот этот Кирилл Казанский, это, кстати говоря, он должен был быть стать, его должны были избрать патриархом, но он отказался еще в свое время. Ну, там, вот когда время революции это было. И он очень сильно ослужал патриарха Сергия в том, что вот его выборе. И вот ничего у нас, приход такой есть в честь него все равно. Но там правда в житиях написано, вот в самом храме, там это не описывается, этот момент по поводу писем, которые он писал Сергию. А вот если в интернете зайти, можно найти эти письма. Ну, так вот, там у нас настоятельным является архимандрит Игнатий, Игнатий, то есть он монах, и два священника служат. И, как бы, я сколько там туда хожу, все люди хорошие, священники, они все хорошие. И даже, более того, молитва их, то есть, часто и моей матери они помогали, то есть, молитве, то есть, она там, я когда в Сирийской Арабской Республике был еще, когда я был военнослужащим раньше, она в такое тяжелое состояние впала, и она пришла туда в храм, а у меня мать сама в себе татарка, но она приняла крещение 4 года назад. А у меня жена татарка. Да, и ходит в храм. Тоже с тех мест. Да, и это, ей очень помогли, именно молитвы священческие, то есть, священник встал с ней, давай, говорит, помолимся, и они помолились, и Господь как бы утешил ее сердце. Но вот именно сознательного такого, вот чтобы человек сознательно верил во Христа, сознательно исполнял заповеди, этого, конечно, вообще такого нет. Вот, ну, никак, ты это не находишь. Ну, находишь там... Лучше непонятно, если с ней, но наша русская церковь. Сиди, 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 сиди. Ниже опустись. Вот. Моя Раиса, Румия Хамзяновна, ну, в крещении, в крещении Раиса, только в храм не ходит, бессовестно. Все мы по плоти, мы родственники тоже, я наполовину тотален. Ну, так, это... И вот, долгое время, я где-то полгода, где-то, ну, не знаю, даже, может, год, наверное, я зрел, после того, чтобы принять вот эту ситуацию, что в церкви, ну, не все святые, и не священники, что, ну, надо вот это увидеть. Потому что первое время, когда ты приходишь к Богу... О, привет! Это мой младшенький Сергей. Сергей, инвалид первогруппы, у него ДЦП. Очень приятно, Сергей. А вы как там? Ну, все, слава Богу, в Казани, живу. В Казани. А вы видели, Мишка, карася, жук, вот ваша победа? Это он про фильм, про фильм ликвидации. Ну, хорошо, потом расскажешь. А, видел, видел. Хороший фильм. Видели? Да, мне понравился этот фильм тоже. И фильм Апостол тоже хороший. Да. А если у вас есть это Широпова в тайге, если как, мне со встречи изменять нельзя. Ну, я поговорю, что это потом. Мне со встречи изменять, да. Ну, вот, ситуация с Владимиром Головиным, вот, которая была, к примеру, она меня вот хорошо только глаза открыла на ситуацию, которая внутри церкви, особенно вот в отношениях, среди отношений епископ, священник, что там все не так гладко, как вот кажется, когда человек приходит в церковь. Потому что все-таки человек же приходит в церковь, он думает, что он нашел все, он нашел ту идеальную организацию, он же не понимает, что это еще на духовном уровне она только идеальная, а на человеческом она не обязательно будет идеальной. И вот этот период снятия вот этих розовых очков, он проходит очень тяжело. Он буквально, ну не знаю, я прям год буквально мучился принять вот эту саму, вот эту правду о том, что и священники, и епископы, и ошибаются, и грешат, и, ну, как бы нельзя их на это все смотреть через эти очки. Потому что просто искажается реально для тебя. И ты просто не видишь, что вокруг тебя происходит, и люди около тебя погибают, а ты им ничего не скажешь, потому что тебя приучают к тому, что ты не должен их осуждать. Если ты что-то скажешь, ты их, значит, судил. И это прослеживается по всей его церкви, что ты, нельзя никому ничего сказать в принципе. То есть если ты что-то скажешь, то ты должен как-то так это очень все обличать нельзя, это тебя, ну, это должны только священники делать или еще кто-то там. И это долгое время я от этого отходил. Ну, слава Богу, еще час отошел, и уже можно спокойно смотреть, то есть, независимо от мнений каких-то чужих. Да, там, где Божий Дух, там свобода. Мы боец, сколько надо Бога. Мне очень понравились слова Андрея Кураева, лет, наверное, 15-20 тому назад я их прочитал в одной книжке. Звучат они так. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Это к тем, кто приходит в церковь и думает, что не нашли рай. Церковь – это создание Божье. Да, она святая. Но в ней много волковичей в шкурах и выкормашей их. Это однозначно. Я прошел в свое время тоже в школу снятия розовых очков. Но началось это тогда, когда я начал самостоятельно, но это так Господь управил, изучать Библию. А как получилось? Когда началась эпоха перестройки, я сам-то был коммунистом в свое время, в детстве был даже в алтаре, алтарником, мальчиком, который был на побегушках у батюшки. Потом стал атеистом. Почему и Казань поехал поступать на Юрфак, потому что был ленинцем. Самым таким ярым. Но прозрение пришло после Пучча. Когда мне незадолго до этого, 91-го года, Ленин приснился где-то за неделю до Пучча в гробу. Мертвый. Символический сон. Оказывается, вещи сны тоже происходят. И вот после этого начался процесс у меня поиска правды. Марксизм был не изложен, а я же был таким вот воинствующим атеистом. Изучал этого Ленина и труды его с карандашом в руках конспектировал. Одну книгу чуть ли не наизусть знаю, «Материализм и империокритицизм». Вот есть такой труд у него. Когда он провел такую линию, чем меня и убедил в наличии правоты материалистов, что якобы вот вы думаете мысли всегда предшествуют какому-то делу. Мысли это идея идеальна. идея первичная. Но это заблуждение. Потому что эта идея родилась у вас в мозгу, а мозг материальный. И я так сказать сдался. Да, действительно, думаю, мозг материальный, значит материя первичная, а все остальное это уже плоды. Идея это уже плоды материи. Вот я на это попался. потом долго от этого отходил. Потом началась перестройка, ускорение, появились на экранах Кашпировский, Чумак, эти вот кудесники. И мне заинтересовал этот мир таинственный. Что за такой мир? Покупаю магию. А до этого купил Библию Московской патриархии. И лежал он у меня нетронутая до тех пор, пока магию не купил. И тут мне пришла мысль, ну а я снасил, что она Бога пришла. Что ж у тебя Библия лежит, непрочитанная, а ты магию взял. Тем более с первой странички магии она мне не понравилась. Там были, она толстая сама по себе эта книжка, как Библия открыл на той страничке, где было написано, что нужно собирать, сушить кости от лягушек, что-то такое, мерзость какая-то. Вот это серьезная книга, что нужно от лягушек что-то сушить для каких-то там ритуалов использовать. Нет, думаю, пока не буду читать тебя, почитаю Библию. А Библию читал Ветхий завет только около года, представляешь? Это не то, что там Александра Дюма, все на одном дыхании, раз-раз и все. А это внимательно читать надо. И я сразу же по прочтению Библии сжег эту магию. Увлекался потом и огней йога Николая Рериха. Она мне чем нравилась, что она тоже приоткрывала завесу таинственного мира. Через нее знал, что такое Блаватская, книгу купил Синтез Таина Детерина. Но потом прочитал такие строгие, что у нее там Сатана чуть ли не герой, которого надо восхвалять. Ничего себе думаю. Ну, такая же самая судьба ожидала и эту книгу. Так что все книги я поджигал такого рода, которые были у меня. И остались только те, которые православные. И вот недавно я был в Киеве и встретился с одним человеком, который хорошо знает, знаком с Андреем Микураевым, а Ткачевым. Его можно в интернете найти. Я знаю, да. Ты его знал, Сергей Воробьев. Он, кстати, сейчас должен быть в Москве. он там работает в Сергеем Радонеж радио. Андрей Ткачев или Сергей Воробьев? Сергей Воробьев, но это два друга. А, два друга. Да, и тот с Украины, Андрей Ткачев. И, значит, этот, Сергей Воробьев. Вот. Они написали эту книжку. Как называется повыше Библии и жизнь? Угу. С элементами толкования и ссылками на святых отцов, откуда оно идет. Я там действительно кое-что узнаю интересно для себя. Вот, к примеру, было такое пророчество, и пророчество у Иоанна Богослова написано так, «И дал мне Господь свиток, сказал, съешь его». И я его съел. В устах было сладко, а когда в чрево попало горькое. Вот такие моменты. Мы почитаем и все. Если бы это было подосркожно-славянский, мы бы этого не поняли. Да, а так вы поняли, что да, во рту сладко, а во чреве горько. А что он означает? Вот такие вопросы возникают. И вот неожиданно для себя находишь ответы. А ответы, конечно, дают святые отцы, продвинутые люди, такие как Сергей Воробьев, Андрей Ткачев, они нам растолковывают. Слово Божье, которое звучит из наших уст, оно является спасительным и для тебя, и для слушающих тебя. Но для тех, которые хотят принять его, а для тех, которые не хотят принять, они противятся этому, как фарисеи и книжники противились от Слову Божьему из уст Христа. Он же обличал их, он правду говорил, а у тех это бесило. Так вот, для них Слово Божье был огнем, неприятным было для них, то есть у них это были люди чрева, не сыны Божьи, а люди земные. И они не принимали Слово Божье, для них оно было горькое. Но там еще кое-какие толкования даются. И мне буквально вчера отец Дмитрий, которому рассказал об этом, настоятель храма ПЦУ, сказал, что есть еще и другие толкования этого вопроса. Они не обязательно сводятся только к одному. Вот это магообразие. Поэтому, конечно, я с большим удовольствием читаю именно толкование. Толкование на псалтырь, но тот, который не является когда это толкование дается не по трудам одного святого, а по трудам многих святых. Тогда оно получается таким красочным, ярким, многообразным. Да. Самое еще интересное, что когда читаешь какого-нибудь святого, его толкование, то у каждого святого какой-то свой дух есть определенный, человеческий его. то есть они ты проникаешься этим духом и ты допустим читаешь одного святого один дух, у другого святого другой дух, но все это дух божий, все к тому ведет, и толкования могут отличаться, и да, вот это цвета, вот эти широта, вот это православие, которое в себе содержит вот это все, это все чувствуется. Можно путь иметь такой, который мне кажется выбираешь и все вместе читаешь, а можно чисто, вот как он смотрел на все, так и смотреть на все. Я их сравниваю с цветами, цветы разные, и они все красивые, в естественной полноте, а вместе этот букет вообще безумительно, но в этом букете обязательно есть благухающая роза, и для меня такой роз является на сегодня Игнатий Тихонович. Ну, чтобы вот я думал вот насчет вот этого явления как Игнатий Тихонович, мне он показался, что он же вот все, кто в православии особенно ходит в церковь, они, кто его смотрит первый раз, у них у всех сразу же возникает настороженность, потому что они никогда не встречаются с таким жесткими словами, и вот эта настороженность, кто ее преодолевает, для того открывается этот цветок, а кто вот на это кто вот ее получает и сразу отвергает, тот и никогда для него остается закрыт, и он даже может злословить его, верить вранью, а стоит всего лишь, ну как я допустим, я его послушал, я сразу не принял, сразу же, но я что-то в глубине души почувствовал, и я молиться стал Богу, и думаю, ну, Господь, открой, что это, и вдруг у меня сердце открылось, то есть открыл, открылось, то есть надо было преодолеть нечто, ты преодолеваешь, как раз, врезался, и преодолеваешь, и я понимаю, это как барьер, который не допускает ненужных людей, то есть вот эта его жесткость, вот эта его однозначность, она просто не допускает, и человек, если его принят, то для него этот спектр раскроется, покажи им, как-то, он может, огромный, это Мурзик у нас, это Мальчик, да, Мурзик? Мальчик, конечно, большой, Мурзик его звать, он кастрированный, что ли? Не, 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 огромный, у меня тоже где-то ходит, а, тоже где-то, а меня, как я, значит, Тихонович, нашел, он предложил по интернету свою дружбу, а меня сразу же заворожило то, что он похож на моего отца внешне, борода, отец, мы тоже с бородой, шахтер бывшим, умер, правда, в десятом году, вот, я обратил внимание на это внешнее сходство, а потом послушал, что он говорит, и как-то написал ему в ответах, ну, мы по скайпу, не по скайпу, в майл.ру переписывались, у нас сейчас в Украине майл.ру запретили, поэтому я работаю в фейсбуке больше, а майл.ру надо теперь, там программы всяческие, тормозит компьютер у меня с этим VPN-ми, и я стал ему задавать вопросы, с чем я не согласен, но каждый раз он ложил меня на лопатки, потому что аргументация у него была во свете Библии, и я это выражение, и я выражение во свете Библии услышал от него, то есть у него толкование всех событий идет прежде всего во свете Библии, что говорит Господь по тому или иному вопросу, в том числе и по вопросу войны. У меня тоже тогда был вопрос в 14-м году, брать в руки оружие против Бадера фашистов, я же Донецк, родом оттуда, или не брать, у меня уж православный, лучше волю Божью знать. Уже потом у меня появилась переписка более активно с Янатем Тихоновичем по этому вопросу, а до этого я взял псалтырь, заложил две записки да и нет, и начал читать, брать мне в руки оружие, идти мне к Игоре Стрелкову в ополчение, или не идти, я уже записался туда, жена правда была против, там же, ты что, одного меня оставляешь с инвалидом, ну я что, не подкаблучник, я мужчина, прежде всего, воин, вот, читаю псалтырь и вытаскиваю записку, для меня это случайность, но Бога случайности не бывает, и там написано, оружие не брать, а мне же интересно, а что если еще раз прочитаю, ну до этого я был научен другим большим праведником, он умер правда, в 2002 году, это Схи Архаматрия Зосима, читалось, слышал о таком, в интернете есть, вот он был моим тоже духовником, он духовником для многих был, и он кстати предсказывал события в Украине, удивительно, Суис Меппель сказал, вот, встретите успение Божьей Матери, а потом меня похороните, действительно, в следующий день умирает, сказал про автокефалию, будет у вас в Украине автокефалия законная или незаконная, так вот, ПЦУ, это законная автокефалия, и он говорит, придерживайтесь московского патриархата, это завещание такое было, так вот, он сказал, что первая мысль от Бога, а вторая, противоположная ей, от сатаны, еще он сказал, если он будет чудиться голоса какие-либо, с того, невидимого мира, и вы будете отвечать на них, и реагировать на них, то это прямая дорога в стихушку, это тоже запомнил, и запомнил, что после смерти он говорил мне во сне, кстати, он вчера мне снился, вернее, сегодня ночью, может, придется мне даже в монастырь съездить, батюшка из Осипа, ну, посмотрю еще, тут он находится, у нас в 5 километрах, пешком идти можно, через поле перешел с Углидара, в село Никольское, и там, так вот, он сказал, что я в монастыре не буду, а я хотел быть там, мне там пропадал, каждое воскресенье, субботы, пропадал там, на каникулах, я даже жил там, некоторое время, как послушник, уже себя готовил в монахе, вот, ну, у меня же семья, что я не могу уйти, бросить ее, а после того, как я пообщался с Игнатием Тихоновичем, ну, не до этого, а потом он мне снится, уже покойный, и говорит, ты в монастыре не будешь, и его пророчество сбылось, у меня же нет желания идти в монастырь, это не путь, так сказать, православного человека, нет у нас в Библии, в Евангелии, денег апостолов, такого, как монашество, и меня, что заинтересовало, я начал с того, что у нас тут, вот в моем доме, где я живу, это общежитие, шахтное, ну, тут у меня, тут две комнаты, коридор, кладовка, туалет свой, ну, как квартира, надо только приватизировать ее, уже разрешение такое получено, так вот, в нашем доме, в нашем общежитии, арендует помещение, это православная церковь Украины, ПЦУ сокращенная, и настоятель ее не просто священник, а и яромонах, представляешь, так вот, он не уединяется в эти монастырские стены, он проповедует, и проповедует он очень активно, как только заканчивается чтение, Евангелие, он выступает с речью, 7, 10, 15 минут, и рассказывает не только о богослужении, но и то, что говорили святые отцы, по поводу прочитанного апостола, и Нового Завета, то есть, он хорошо знает священное писание, и пытается эти знания донести людям, и организовал богословские курсы, у нас в Угледаре нет никакой школы церковно-приходской, близко нет, и не будет, потому что священник, нашего храма, святотихоновского, Московской Патриархии, заявил, что оно ему не надо, но не надо, но оказывается и самим прихожанам, мало кто испытывает интерес к Слову Божьему, так, свеча, исповедь, причастие, и все, осветить там вербу, Пасху осветить, вот сегодня будем, завтра будем освещать, и к этому все сводится вся жизнь, так вот он мне сказал, я уже закончил на том, что вытащил записочку на войну не идти, но мне интересно было, что будет, если еще раз прочту, кофизму, и какую записку вытащу, я ожидал, что вытащу записку идти на войну, то есть вторая мысль от сатаны, понимаешь, вот как Господь управляет, то есть он сказал, все, второго ответа не будет, противоположный только ответ от сатаны, но я приезжаю к своему духовнику, это, кстати, брат нашего настоятеля, в Донецке, говорю, вот такие-таки это дела, а он говорит, я благословляю своих посомых овец, идти на войну, защищать родину, а тебя, говорит, не благословляю брать оружие, или что же это сказать, Господь вложил ему в уста нужные, а так бы благословил, может, вот такие дела, так вот, когда я вышел на Игнатия Лапкина, и он мне сказал, хорошо, говорит, а я же приводил пример, вот Сергий Радоничский благословил двух монахов, а слябу пересвета на войну, это же патриоты были какие, то есть можно воевать за правое дело, но, когда прочитал сборник подборку святых отцов на тему войны, и прежде всего учения Иисуса Христа, я стал потолковыми святых отцов, я понял, то, что было в Ветхом Завете, и было сделано по приказу Бога, Господа Бога, в отношении хананских народов, семи языческих, то на этом война для сынов Божьих закончилась, все, они получили свою землю, обетованную, они утвердили, слово Божие по всему миру разошлось, и Господь дал уже Новый Завет, не ненавидеть, а любить врагов своих, благословлять их, это очень тяжело делать, но оказывается можно и нужно, если бы наши мужи и братья в Донбассе были просвещены, Словом Божьем, так же самое, как и в Украине, у нас бы этого кровопролития не было бы, в ладоши одной рукой не хлопают, вот так вот, здесь, так сказать, после Одессы взяли в руки оружие, чтобы не быть убитыми, как эти подопытные кролики, и после этого уже всякий мирный диалог с той властью, которая пришла в Украину, был невозможен, если вы уж убиваете людей за то, что они не согласны с вашей политикой, то, извините, мы не станем жертвами вашими, ну, тогда пошли в ход танки, самолеты, вертолеты, бойня получилась, вот это вот выборы на Украине, правильно говорят, это были не выборы президента Зелинского, этого артиста, кстати, юриста по образованию, а это были, это был протест против действующего президента, Порошенко, который хотел опять на второй срок пойти, хоть кто угодно будет, но только не ты, ты уже себя скомпрометирует, тебе терпеть не могут уже, за твою войну, вот так вот. Но вот вы на Украине живете сейчас, сейчас как отношение местного населения, такое, которое стандартно большинство к русским людям, то есть с Россией вообще, сейчас вот оно какое? Ты знаешь, сейчас мы немножко осмелели, и стали открыто выражать свое нужно искреннее отношение к России, это наш народ братский, вот так, но есть люди, которым это не надо, которым нужно разделять, вражду вносить, это политики уже. Да. Потому что меня тогда это тоже очень сильно задело, я тогда тоже уже был готов тоже ехать, и Стрелкова, я там каждый все смотрел, за этим следил, это просто я там ночами не спал, может сказать, это для меня, как священное для меня было, потому что, ну, понятно же было, кто организовывал это госперевару, это все же открыто, как бы все понятно было, что это явно был такой вражеский, слава Богу, Господь упас от этого меня, я в вооруженных силах, где-то около пяти лет прослужил, и вот где-то в семнадцатом что ли году, в семнадцатом году у меня закончился контакт, и все, с Божьей помощью я ушел из армии, и тоже у меня не без Бога это все было, потому что, вот я в Сирийской Арабской Республике был, и могу сказать, что действительно, вот допустим, там база, да, наша российская, сколько человек, я не могу сказать, но большой, больше там тысячи, да, людей, больше, несколько тысяч, наверное, я сам не знаю точно, ну вот в храм, там была часовня, представляете, из такого большого количества человек, пять человек примерно ходило, то есть я и еще где-то четыре человека, то есть верующих вообще не было, ну то есть они там хоть и выставляют, что какая-то там война, она там может священную, там террористов, но верующих людей, которые реально это делают из того, что там каких-то благих целей, не из-за денег, но я там очень, 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 очень мало, хотя я там встретил очень таких хороших людей тоже, но вот потом, когда я конечно встретил Игнатия Тихоновича, и то, что вот этот взгляд на войну, который, он меня тоже полностью изменил, и я в принципе, меня в подтверждение, мой опыт пошел, потому что я там был, и я, вот я был, когда служил еще в армии, в мирное время, не в боевых точках, то там я чувствовал четко благодать Божия, что Господь, если ты все время все с Ним, все время молишься, с Ним все время, все делаешь дела с Ним, только я вот как, если в армии служил, то вот по срочной службе, я чисто жил, старался жить по Евангелию там, у меня, ну потому что стресс, видимо, вот этот распорядок дня, все там орут, матерятся, и ты от этого всего отлучаешься, молитвы и с Богом, постоянного общения, и Господь, все время ты его чувствуешь собой, близко, и там было как, что меня там, многие задирали, что-то делали против меня, но я из-за Евангелия, зная ничего, это не реагировал, молился о них только, и в итоге за все время там, вся рота стала мне друзьями, все, абсолютно все, то есть врагов не осталось, все враги сами по себе, исчезли, стали, превратились в друзей, сейчас мы до сих пор с ними общаемся, а потом уже, когда я уже по контракту служил, там были у меня, конечно, и падения, Господь, все равно он направлял, все время, он, и все равно, в итоге он меня вывел, вот я считаю, что это был все выход на Игнатия Тихоновича, и вот уже на, то, о чем он говорил, я сейчас понимаю, что действительно, за войной, ничего святого нету, вообще, потому что, именно вот, когда я уже участвовал в этих делах, тогда благодать отходила, вот, по крайней мере, как я ее ощущал, ощущал, хотя я там никого не убил никогда, да, под, под снаряды, ну, недалеко от меня взорвались, но, такого я не попадал, в ситуацию, когда там, в человека стрелять, этого не было у меня, слава Богу, меня Господь от этого упас, но меня он подиспугал, там всякие были ситуации, когда я испугался, ну, как же, не то, что испугался, просто попугал меня, и, когда я услышал, что это вообще не Божье дело, вообще, то я, конечно, этому воспротивился тоже сразу же, я думал, ну, как так, все святые, Сергий Радонежский, многие там, Ушаков святой, там, Суворов его, он не святой, но он же все с Богом делал, ни одну битву не проиграл, и все равно глубоко, я там месяц где-то изучал этот вопрос, и Бога воспрошал, молился, я пришел действительно к выводу, что нету, действительно, это не христианский путь, это какой-то переходный путь еще, возможно, от, от, там, такого человека, там, язычника, да, к, там, патриоту, и потом только еще, там, к настоящему христианину, такой полуправославный, ты еще на полуправославном состоянии находишься, но считаешь, конечно, себя православным, в этот момент, но это половинчатый путь, это неправда, то есть, она не полная правда, которая есть, полная правда, конечно, это вот то, о чем говорит Игнатий Тихомич, и, вот, вы рассказывали, да, что вы хотели, что, Зоси, вам во сне приснился, а мне, знаете, как было, у меня как интересно, я тоже начинал, с детства, все читали книжки, всякие там, ну, такие, фантастику, а я где-то в 14 лет, мне попались книжки, может, вы слышали, Лапсан Крампа, не, не слышал, тибетских этих, тибетские практики всякие, тибетские, а, я только через зрелиг об этом знаю, да, вот, я их читал, и мы с другом их читали, и там всякие практики, и мы их, естественно, стали практиковать, и нам, потом нам попался, Оша, слышали такое, Оша, Оша, такой тоже, это, в Индии, такой, динамическую медитацию он придумал, всякое такое. Для меня, в моем жизненном пути в восточной религии тоже были этапом. Да, и вот я по этому этапу шел тогда раньше, и потом я вообще спустился на то, что вот православие и христианство это все вранье, и для слабых людей, и я как бы тоже был воинствующим против этого дела, и много там всяких искал фактов против христианства, но это там дьяволок подсовывал, они казались мне обоснованными, и вот у меня, знаете, на чем строилось, на том, что надо верить в себя, тот, кто верит в Бога, тот слабый человек, вот я так думал, и Господь меня уловил интересным таким образом, мы с дедушкой ехали с Кирова, и попали, нам там показали короткую дорогу, и мы попали, поехали по этой короткой дороге через лес, и пошел очень сильный дождь, а там не то, что лес, там и болото, и лесистая местность, и пошел такой дождь, что машина еле-еле-еле ехала по грязи, а по бокам было болото, и можно было туда свалиться, и была такая ситуация, что я в таком напряжении, там часа два ехал, уже все на полном, и машину потащила в болото, все, туда свалится, я все думал, сейчас она свалится, и я понял, что от меня ничего не зависит, вот что я в данный момент, хоть верь в себя, не верь в себя, я ничего не сделаю уже, все, я просто взмолился в этом, мать Богу, и у меня машина резко остановилась, она ее потащила, она резко остановилась, после этого, и у меня внутри, Господь сразу, то есть я внутри понял, что я ошибался, по поводу этого, я понял, что без Бога человек не может вообще жить, это вот был у меня первый такой оборот, и далее мы когда ехали, представляете, вот эта вся грязь, вот эта вся тяжелая ситуация заканчивалась, нужно был населенный пункт, потому что там уже асфальт, и мы доезжаем до населенного пункта, и он называется Богородская, и тогда для меня это все понятно стало, я думаю, я вот приду домой, и поставлю свет, приеду домой, обязательно поблагодарю Бога, и обязательно в церкви, у меня было сразу понимание, что это именно Господь, Иисус Христос мне помог, ну как внутрь оно было заложено, и вот у меня первый тот оборот пришел в сторону Бога, и конечно потом долгий путь был, но вот интересно, вот такая ситуация была, и с работы, как я уходил с вооруженных сил, я уже написал рапорт об увольнении, уже этот рапорт уехал в Москву, на пост, но потом я что-то, а, и стал я, мне же работать-то надо где-то, а я по сути-то ничего не умею, такого, то есть какой-то по профессии не мог, ну в армии там 5 лет служу, я думал, где я буду работать, я начал молиться, просить у Николая Угодников, встал на 40-дневную молитву, чтобы он помолил Бога, чтобы Господь мне помог с моей жизнью, но потом, я где-то дней 20 помолился, я стал сомневаться, думаю, а может мне надо остаться, все-таки у меня семья, ну, и я пришел к своему начальнику, и сказал ему, говорю, я решил остаться, можете остановить мой рапорт, как-то, он говорит, конечно, хорошо, позвонил в Москву, и говорит, все, твой рапорт остановлен, пиши на продление контракта, военного, я написал на продление контракта, и все, уже хожу на службу, служу, но продолжал молиться Николаю Угоднику, спросить его, и тогда мне, потом прихожу в какой-то день, и мне комендант говорит, а все, твой рапорт подписан, мы думали, что его остановили, а он каким-то образом у министра обороны оказался, и он его уже подписал, то есть даже я струхнул, то есть первую мысль, вот эту Божию, которую уйти из армии, отверг, но все равно Господь меня не дал назад вернуться, и буквально через где-то там неделю после этого меня Господь уже посылает через моего дедушку Николая, хорошую работу дает, которая гораздо лучше, чем у меня была сейчас, ну так вот на тот момент, и вот для меня это было тоже хорошее, что Господь хочет, чтобы я отошел от вооруженных сил, причем мысль была первая уйти, правильная, а вторая противоположная, оказалось, хотя я принял, думал, что вторая от Бога, на тот момент, но потом уже я понял, что я их, она, я понял, вторая мысль, она была для меня, она навязчивая была, она меня заставила, то есть я от страха это сделал, от страха, что что-то там со мной случится, что я там что-то не смогу, а первая мысль была от свободы, то есть я свободную как бы принял, а там где Господь, там свобода, Он дает свободную мысль, которая тебя не принуждает, как бы она тебя, ты ее избираешь и идешь по ней. И мне очень понравилась мысль Иисуса Новина, мысль, которая пришла в книге про Иисуса Новине, ему Бог сказал, будь твердый и мужественный, потому что я с тобой, вот это слово, будь твердый и мужественный. Да, будь твердый и мужественный, да. И вот я встретил Игнатия Тихоновича потом уже, и про бороду тоже он мне сказал, ну естественно, как я, даже я и не думал никогда на этот счет, я сразу, во-первых, это принял, ну я думал, ну я-то работаю на работе, там мне нельзя как бы бороду иметь, и я вышел, говорю Игнатию Тихоновичу, ну вот у меня работа такая, что там нельзя так, он говорит, да ты что, говорит, работу выше ставишь, типа божьего заповедя, ну такое, я ну так принял, и стал молиться, я чувствую, что у меня нету сил, о том, чтобы пойти против вот этой, то есть начать просто вопреки, я стал Бога молить, чтобы он мне как-то помог, что у меня, во-первых, открыл, правильно ли говорит Игнатий Тихонович, насчет бороды, во-вторых, помог мне, если правильно, избрать правильный путь, вроде мелочь, какая борода, как она повлияла, и представляете, что дальше случилось, я вот так молился Богу, и вдруг мы с отцом встречаемся, у меня отец недалеко от меня живет, и он мне говорит, представляешь, я три дня, не спал, три дня, не мог уснуть, как будто, мне спать не хотелось, и мне говорит, приходит просто мысль, говорит, такая, что тебе какая-то нужна помощь, касательно твоего внешнего вида, от меня, и я ему рассказываю по поводу бороды, точно, говорит, я чувствую, я, говорит, знал, что я, говорит, тебя благословляю, на то, что ты не брил бороду, отец мне говорит, который вообще, ему просто три дня он не спал, и ему Бог положил на сердце, чтобы мне, а я до этого думал, думаю, ну как я думаю, меня я не вообще, мне никто подержать, я один, как бы, поддержать не может, отец меня поддержал сразу же после этого, я вот этот сюжет, о котором ты рассказываешь, где-то с видеороликов слышал, наверное, со мной, да, со мной, наверное, вот, я говорю, я удивился, как, и самое интересное, что, я вот сейчас, я решил, думаю, я пойду этому генеральному директору, и скажу ему, попрошу, тем более он православный, я знаю, ну, по крайней мере, так, номинально, чтобы мне не брить бороду, но в итоге, я пытался к нему прорваться, меня так не допустило, я ему в итоге подарил книги, библию там и прочее, так, через людей, и просто решил, думаю, ну, я не буду уже, все будет, я решил, что мне, не важно мне это уже, что скажет, не стоит, скажет, как Господь положит, я люблю образ, который в меня Господь заложил, и буду его любить, и ты независимо от мнений, и это уже, ну, то есть, у меня Господь укрепил в этом деле, слава Богу, и вот, к этому пришло все. В итоге, я пытался, когда прорваться, там, все начальство аэропорта на уши встало, потому что, по поводу того, что я пытался там пройти, в итоге, все начальники, там, пониже, 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 пониже на меня вышли, я им всем это рассказал, по поводу, им всем Библии подарил, в итоге, они теперь знают, что я верующий, и что, ну, не просто верующий, там, номинально, так это все обратилось, интересно, и наоборот, сейчас хорошие отношения, я даже удивился, как так, я думаю, вообще, как я мог бояться, ради, вообще, кого-то там, из-за того, что там, из-за моего, христианского вида, наоборот, это нечего, это наоборот, надо радоваться этому, что, Господь, такие ситуации дает, в котором ты можешь себя показать, как христианин, до этого я так вообще не воспринимал, это все, поэтому я очень благодарен, Игнатию Тихоновичу, что он сподвиг, вот, на эти все вещи, и многое открывает, и еще откроется, я очень благодарен, я когда слушал, твой диалог, с Игнатием Тихоновичем, я уловил, что отец Игнати, немножко утомился, устал, так, знаешь, как будто сделаешь, доброе дело, и у тебя сил уже нету, хотя надо поработаешь, у меня там, в уголитаре, с небольшой огород, из пустыря сделала, вы тут на посадил, я сейчас тебе покажу, кое-что, так, секундочку, что-то видео прервалось, там, случайно не отлетела, камера там, не отошла, кабель отошел наверно вода с интернетом звук звука нету почему-то звука нет не слышно может еще раз позвонить меня то слышно я вас не слышу напишите в чат похоже с телефоном порядок наводит холодильник размораживает еще одна еще одна комната есть у меня код это серегин компьютер сейчас идем ну да то сережа сережа у меня и мама что же скажи в донецке квартиру у нас ремонт это кстати покажу тебе тандем видишь да тандем я на нем на нюкольской езжу с сыном а это двойной велосипед педали тут вот вот тут у меня еще один это моя мастерская небольшая а вот это вот видишь природа какая сейчас покажу тебе вот это вот рядом находится вот это моя общежитие в шахтные а вот этот находится видишь написано православная церковь украины на украинском написано вот это их дверь вот киевская патриархат написано вот это моя супруга любимая это та комната который был видишь этот виноград посадили вот у нас 4 этажа идет а вот этот сад тут шиповник посадили абрикосы тут растут у меня а вот это здание пятиэтажное там находится у нас полиция сейчас уже уже не вижу ничего интернет плохо ловит у вас там это брусья но немножко обрушились но хорошо держится брусья а это я сегодня покопал тут мэрия лавочку поставили одну и вторую крест приделали вот это тоже сад я нас один тут у нас абрикоса и персик персик растет вот это наши сейчас покажу тебе еще одно место где я молюсь давайте зелено на меня да сейчас интернет видимо плохо ловит связь есть связь есть но очень плохая а когда вы крутите то там как квадратики одни надо так остановить ее камеру я тогда увижу ясно ну тогда действительно мы отдаляемся от вайфая и он уже не берет тут еще метров стоп это еще удивительно что он вообще берет да я вообще удивился я забыл что он через вайфая работает а у меня что возможно и сеть берет сеть через телефон вот вот от вайфа а а вот а а а а а у нас тут нет этого газа поэтому электроплитка стоит все так так вот я показал тебе эту книжку да да вот она она и у меня был в Киеве Печорской лавре в воскресенье в понедельник встреча с этим человеком с Сергеем Комаровым я забыл человек сказать что у меня когда нет квартира стоит и вот что о чем мы говорили я его увидел впервые на видеоролике мне очень понравилось что он выступал по благословению священника с проповедью на апостольское чтение никто никогда в моей жизни не выступал с проповедью на апостольское чтение вот думаю глянь даже такое в Украине есть и меня это сразу заинтересовало я ему несколько раз писал по интернету там фейсбуке мессенджер и в конце концов когда поехал в Киев вызов в Киев у меня был своеобразный я работал на шахте в должности специалиста по предотвращению коррупции ну есть такие надуманные должности они нужны пока на сегодняшний день и и нас вызывают в Киев на допрос в национальное антикоррупционное бюро сокращенно НАБУ это которые занимаются коррупционными уголовными делами по Украине вы вышли они на какие-то организации коммерческие и пытаются раскрутить один клубок в котором принимать участие несколько промышленных крупных объединений и коммерсантов это в угольной промышленности что из этого выйдет еще неизвестно но нас вызывали на допрос вызывали как членов тендерного комитета а что такое тендерный комитет ты знаешь да ведь ну догадываюсь тендеры где разыгрываются ну это называется когда предприятие распоряжается государственными деньгами или получать деньги из бюджета оно может покупать товары на сумму допустим свыше 200 тысяч гривен это порядка 4 тысяч рублей только объявив конкурс тендер на покупку того или иного оборудования работы или услуг вот работы если они на сумму свыше 5 гривен 5 тысяч 5 миллионов это 10 миллионов рублей должны производиться только через тендер когда заказчик выставляет какие-то работы нужно ему выполнить и потенциальные подрядчики предлагают свои условия и все это делается открыто надо чтобы было не менее двух организаций так вот наши умники посоздавали себе параллельные структуры с которыми выходит на этот тендер и больше никого не допускают сами правдами и неправдами и получается не тендер а насмешка над ним и вот этот момент НАБУ Украины отслеживает почему у вас нет никакой конкуренции во время тендерных закупок вы должны участники тендера конкурировать и снижать цену а там этого нету с какой ценой они дали предложение такую цену и принимаем вот пожалуйста этот тендер это насмешка над ним вот нас допрашивали и я встретился в Киеве в свободное время вот с этим человеком он сейчас уехал в Москву или уезжает в Москву он там на передаче Сергей Радонежский работает вместе с Андреем Ткачевым у него встреча была с известным проповедником такой грузный как его фамилия то Стеняев Олег Стеняев вот он выступает тоже в интернете вместе с Олегом Стеняевым вот то есть лично талантливая и его к себе приблизил один наш донецкий олигарх который строил монастырь Нунсенск фамилия его Нунсенс или Нунсикс ну такая вот не русская фамилия но делает хорошие дела и кстати это один из духовных сыновей Ски Архмадрита Засимы так вот я с ним говорил и по поводу бороды обратил внимание что у него бороды нету да Нема я говорю но это же боже повеление в книге левит борода не порти край бороды своей а он мне говорит ну что в новом завете этого нету ну мы знаем такую позицию особенно сектантов которые говорили что он в завете нет того что в ветхом завете я говорю ему но ведь это боже повеление может отменить только сам господь а он его нигде не отменял но тогда он говорит нужно брать и другие повеления божие кроме тех десяти заповедей которые которые господь изложил в виде двух возлюбил господа бога всей душой и сердцем всем разумением своим и ближним сего как самого себя на этих двух заповедях закон и пророки я говорю ему а и говорит он мне но ведь тогда есть и другие повеления в том числе и жертвоприношение я потом по жертвоприношениям сказал ему что это жертвоприношение было заменено бескровно жертвовать кровь и хлеб виной хлеб символизирует тело христа и кровь христа которая челюстным образом переломляется и обращается в тело и кровь поэтому никакие жертвы животных уже не нужны остаются остаются теперь повеления субботы о том что субботу там работать нельзя я ему говорю но и суббота это было образом воскресенья и теперь для нас воскресенье это та самая суббота о которой написано в библии правда он говорит что в общем то не совсем так суббота как была суббота так она и остается а воскресенье это уже новый день новое творение ну в этой части я не особенно подкованный да поэтому ему ничего не сказал но вот мне говорит дальше что кроме как не болеть бороду еще из повеления с собой лопатку носить если ты на природе находишься то нигде попал и а чтоб зарывал свое добро есть еще другие повеления которые тоже так сказать они не вошли в новый завет но они есть они есть тогда говорит их надо выполнять а если ты их не выполняешь то получается что нарушаешь я вот сейчас задался целью читать библию как только дойдут руки до этого чтобы мне повыбирать все эти повеления которые читал в книге левит книга царств у пороков и сделать своего рода подборку что же у нас осталось что было в ветхом завете и на сегодня но не выполняется например есть такое повеление больше если ты что блудника надо побить камнями да есть такое повеление но опять таки господь сказал не убить сказал не убить в ветхом завете это было а в новом завете не убить поэтому вроде вопрос так как бы снимается по поводу этих прелюбодеев чтоб они уже пробивать камнями их нет господь отменил да вот тут уже прямо сказал но они хотя и не враги но тем не менее не убить хотя и раньше то заперли была одна из первых заповедей не убить не воруй не убить и так далее вот и наконец-то по поводу войны тоже задалось вопрос он также выступать за то чтобы благословлять наших воинов на ратную брать с врагом и приводил в пример пересвета и осляпу так причем размышляют очень много священнослужители очень многие то есть вопросом войны и мира тут у нас идет целая война вот так вот у меня был с ним диалог я ему пообещал прислать материалы по поводу войны из книги к истинному православию вот и думаю дальше будем поддерживать контакты вот такие дела и еще я много у тебя времени занял уж это сказать чтоб то сказать не не переборщил всему надо знать меру мне в радость мне в радость я ни капельки не устал ну я благодарю Бога Игнатия Тихоновича что через него мы находим друг друга я всегда когда вижу новые лица но не всем пишу тебе я даже не ожидал что у меня от тебя в контакте нету смотрю пытаюсь найти тебя анима поэтому я взял наш сайт изучение по свете библии библейской наш сайт и вышел на тебя думаю дай сразу позвоню было сначала такое колебание позвонить не позвонить написать сначала ну хоть ты сразу вышел на связь и ответил дай я тебе позвоню звоню ты не отвечаешь ну думаю наверное не у телефона и связи нет с тобой как таковой по видео думаю если что другой раз позвоню а ты сам позвонил так что вернее ты тоже в радость да спаси Христос ну вы сейчас сами то торопитесь куда-то нет я никуда не тороплюсь если пойду то потом на огород там покопаю немножко пока погода я сейчас тоже сидел за компьютером сегодня я хочу первый раз пойти на благовестие евангелие раздавать и вот я делал визитки чтобы вложить туда в евангелие там сайты всякие полезные чтобы были и контакты и сайты Игнатия Лапкина то есть вот я этим сейчас занимался и готовился к этому и вы мне как раз звоните вы не ходили у вас нет опыта такого по раздаче евангелия я только у меня есть самих евангелие то нету надо будет как-то этот вопрос продумать кто у нас тут в Украине имеет эту базу потому что на свою зарплату этих евангелие много не наберу тем более что у нас там слишком все дорого стоит и коммунальные услуги и все такое что тут не растим а благовестие мне только по интернету идет прошу так что помолиться в первый раз все таки пойду вот в парк у нас там я людей смотрю мы как-то гуляли с женой людей много думаю хорошее место для евангелия раздачи а по поводу бороды вот и тоже из опыта общения я вот хотел бы поделиться что надо начинать разговор не с закона а с того что определить волю божию по поводу то есть вот откинуть допустим все законы их не брать в начале в пример а в то что какая воля божия по поводу мужчины его внешнего вида она есть вообще такая воля божия или ее нет когда мы определяем что она то есть ну все согласят что она есть что мужчина он там не может одеваться в женское что он там ну не должен там чтобы голова у нее была покрыта во время молитвы много по поводу что голым ходить ну это вообще любого касается что господь господу не безразличный внешний вид когда на этом остановимся тогда уже надо можно переходить на бороду никто не сможет как бы отвергнуть тот момент что господь заложил бороду в мужчину и хочет чтобы он так выглядел как он заложил то есть это невозможно отвергнуть хоть как а закон вот который написано что не трогай край бороды своей он только поставляет рамки вот этому то есть об этом говорит то есть это в принципе заложено это у любого человека понимание того что вот мужчина он без он с бородой а женщина без бороды это норма и это воля божия по поводу как должны выглядеть люди вообще это даже без закона какого то даже если бы не было это написано это и так было бы понятно но другой вопрос когда ты хочешь изменить вот эту волю ну то есть не пойти по воле божьей ты ищешь как бы оправдание как бы это не выполнить хотя христиане должны наоборот искать как бы выполнить волю божью и вот если смотреть с точки зрения как ее не выполнить тогда пойдут да вот такие что в новом завете этого нет что там это все внешне это все об этом христос не говорил тогда да а если хотеть выполнить то то это не является основанием никаким то что этого нет так как там нету примеру ничего по поводу кровосмешения там с матерью с сестрой там таких вещей нету в новом завете и это же не значит что это мы это не выполняем по поводу татуировок ничего нету и это же не значит что это можно их разрешено наносить а я ему говорю что действительно человек создал мужчину и дал ему те черты лица и ту растительность которая включает его от женщины а он мне говорит но есть еще элементы культуры допустим языческая культура римская византийская ну римская прежде всего она не предусматривала ношение бороды поэтому мы всегда видим этих патрии этих римских императоров безбородыми в то время люди эту бороду носили но это был закон поэтому говорит нынешние католики они собственно бритые как профессор Осипов и не признают никакого ношения бороды мол это для них элемент культуры и он пытается мне попытался доказать что это повеление божие не порти края бороды это относится к вопросам культуры ? я думаю 노력ить к oral вопросам культуры тут возник опять таки может решить только сам Господь он сказал не порти края бороды значит он должен сказать это в другом месте что можете портить края бороды но он этого не сказал в новом завете и ище Twitch прогу и не через апостол и так далее хотя говорит когда наши апостол решили, что же, так сказать, должны делать новообращенные язычники в православных христиан, то постановили, чтобы те не ели идола жертвенного, не блудили и не делали людям того, чего себе не желают. Ну, там дело было четыре или пять правил этих. Я, кстати, задал этот вопрос Игнатью Тихоновичу, говорю, отец Игнатья. Но ведь апостолы определили всего-навсего пять простых требований к этим язычникам, чтобы они не ели кровь, не потребляли кровь, не ели идола жертвенная, не блудили и не делали людям того, чего себе не желают. А он говорит, да, апостолы действительно так постановили, чтобы не нагружать сразу новообращенных язычников. в христианство, потому что для них сложно выполнять все сразу. Но, говорит он, это не означает, что не было других правил. И кроме того, соборы, вселенские, поместные и святые отцы, они еще приняли 719 правил, ну и больше, а действующих 719. Это для чего надо было? Это же деяние Святого Духа. Они же принимали эти правила, сверх пяти, которые написаны в Новом Завете, апостолами установлены, для того, чтобы люди их исполняли. И это уже не элементы культуры, это уже вехи на нашем пути к истине. И эти правила надо выполнять. Несмотря на то, что многое изменилось, эти правила во многом не выполняются, но они есть. И то, что они не выполняются, это не означает, что они отжили свое и там утратили свое значение. Это мы, так сказать, идем, нарушая их, в том числе в вопросах крещения, торговли в храмах, какие там еще у нас правила, каноны. Вот, например, такой канон, на который обратили мне внимание, это 5-6 Трульский собор вселенский, где 33 правилам запрещено совместно молиться с этими сектантами и отщепентами. А отщепенцы, это по-русски раскольники. Так наша же церковь, вот эта ПЦУ, что я рядом тебе показывал, они же раньше были раскольниками. Филарет, он же отошел от русской православной церкви и от украинской православной церкви, создали свою украинскую православную киевскую патриархату, это же раскол счастлившей воды. Но вот этот раскол в одно прекрасное время, по мановению, как волшебной палочки, через патриарха Варфолея Константинопольского, получил Томас 6 января этого года. И теперь канонические, так сказать, препятствия для совместной молитвы как бы сняты. Но осталось другое. Одно дело, когда люди приходят в церковь с покаянием, а они пришли в новую церковь, в ПЦУ, с гордо поднятой головою. Опять аналогию провожу. Язычники. Они сначала верили в своих идолов, а потом, услышав Слово Божие, вера в отслышание, стали православными, стали христианами. Но они уверовали, они были язычниками. То есть они были обреченными на смерть рабами сатаны, а у веру во Христа стали христианами, стали чадами Божьими. А эти, они то были чадами Божьими до Раскола. Потом ушли в Раскол. И опять пришли в новую организацию, ну, скажем так, путем реорганизации, путем объединения двух церквей в одну. Двух Расколических церквей. Вот они сейчас объединились в православную церковь Украины, которая начала захватывать в ряде мест православных храмов у своих братьев и сестер по вере, но относящихся к украинской православной церкви московского патриархата. То есть они начали заниматься чем? Чем занимались, в том числе и наша власть советская, да, когда в состав своего государства, Советского Союза, включила Западную Украину и всех католических попов, которые там были, поизгоняли. А теперь все возвращается на свои места. Тех, которые изгоняли, обратно свое захватили, когда была незалежность Украины в 91-м году. А теперь эта волна начинается с новой силы, но уже со стороны православной церкви Украины, Киевского патриархата, идут нападки на украинскую православную церковь московского патриархата. Да, и последнее, что я хотел сказать, после того, как я начал появляться на богослужениях в этой православной церкви Украины, все мои идейные враги, националисты, вот я спрашиваю, как относятся к России эти люди. Плохо относятся. Есть националисты, которые по сей день плохо к России относятся. Для них это оккупанты, это Москаль, это Московия. И, естественно, они свое отношение к русскому народу, к Путину, проецировали и на меня. Я же не скрываю от своих русских убеждений, свою любовь к русскому народу, я же сам русский человек. Хотя наполовину татарин. У меня там тоже намешано кровью. Моя бабушка, я прабабушка, она с тетюшей откуда-то там. Короче, под Казани, где-то город Волжск какой-то там был. Вот, она оттуда. Вылитая татарка, фамилия Анна Фролова. Ну, как в том анекдоте, значит, когда говорит Абрам, помоги наших бьют евреев. А он говорит, а я, говорит, по паспорту русский. Так бьют же ж не по паспорту ведь. Вот. И так и на меня. Смотрит, как... Вот на мою жену никто не подумает, что она татарка. А на меня больше думают, потому что у меня еще глаза расходятся в какой-то мере. Ну, такой вот у меня вид. Я тоже на твои глаза смотрю, да, и вижу, что-то у тебя татарское есть. Ну, да, я на половину татаря. Да. Так вот, на меня стали смотреть уже... Ну, не... Уже с ненностью не смотрят. Сначала говорили, что ты к нам пришел в фрам? Вот. А я пришел, потому что тут слово Божие звучит на понятном для людей языке. И батюшка, он хочет людям объяснить смысл священных писаний. И вот теперь стало у нас уже нормально дружеские отношения. Понимаешь? Как Господь управляет. Надо ходить к людям, в том числе и в эти церкви. Но я говорю прямо, что я как был, так и остаюсь в нашей православной церкви Московского патриархата. Я никуда не собираюсь переходить. Хотя мне там тяжело находиться, глядя, например, как нужно богослужение вести. Вот. И поэтому меня туда всегда и тянет. Но там, так сказать, у меня спрашивают уже. А ты, говорит, можешь отключен быть за это? Ведь запрещено молиться нам с раскольниками. А объявили эту церковь православную, украинскую. Ну, не признают этот Томас. Пока не признают другие вселенские церкви православные, эту новую структуру религиозную. Ну, пусть эти политики там признают, не признают. А я буду ходить туда и слушать Слово Божие. И никого не бояться. Вот так вот. Ну, давай, дай Бог тебе, да хранит тебя Господь, и благословит тебя Господь в твоем деле благовестие. Вот. Чтобы люди получали, как говорил апостол Павел, прибавив учение, исследу Писание, и сам спасешься, и слушающие тебя, пусть, которые будут слушать тебя люди, когда ты им будешь в Англию давать, ненавязчиво, будут спасаться через это Слово. Аминь. Спасибо, Сергей, спасибо. Благодарю вас за то, что за звонок ваш. Давай. Ну, Бог даст, еще встретимся и поговорим. Обязательно.